Мы с вами рассмотрели взгляд древних людей на понятие и концепцию судьбы человека со стороны религиозных учений, таких как учение древних египтян, библейское учение, учение ислама и учение буддизма. Мы также с вами рассмотрели взгляд современной науки на судьбу человека. И сейчас мы попробуем все это суммировать вместе, учитывая все эти взгляды. Попробуем более детальнее это все рассмотреть и представить себе эту картину. И для этого я подготовил определенную схему, по которой мы с вами будем рассуждать. Очень сложно отрицать существование Бога. Хотя найдутся люди, которые скажут, что это несложно делать, и они, конечно, отрицают его. Но, тем не менее, я пришел к выводу, что Бог есть, и Бог является Творцом, и Бог определяет судьбу человеку, устанавливает судьбу человеку. Анализируя концепцию судьбы, я пришел к выводу, что Бог корректирует и устанавливает определенные рамки для судьбы каждого человека. И интересный момент заключается в том, что Бог это делает через созданные им же законы. Например, через генетические законы, генетику человека, через законы взаимодействия в социуме, через естественные и сверхъестественные обстоятельства в жизни каждого человека. Давайте обратимся к нашей схеме и разберем ее более подробнее. Человек находится в настоящем времени и строит планы на будущее, ставит перед собой цели для достижения этих планов. Здесь есть очень интересный момент, который следует отметить. Это то, что он может желать и планировать только в рамках границ желаний. И эти границы его желаний определяются его генетикой, социумом и обстоятельствами жизни. Человек не может пожелать и стремиться к тому, о чем он никогда не слышал и не знал. А знания и информацию он может лишь получить только из социума, в котором он вырос и живет. Таким образом, социум, давая человеку ограниченную информацию, накладывает свои ограничения на его желания. В равной степени на желания и стремления человека также оказывает влияние и генетика. Генетика дает человеку склонности, способности, уровень интеллекта, темперамент. Это, в свою очередь, вносит ограничения на желания человека. Так, с границами желаний мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим на то, что в судьбе или в жизни каждого человека есть неизбежное будущее, которое не зависит от желания человека, от его стремлений. Оно является как центр его судьбы. И оно обязательно состоится. И это неизбежное будущее установлено Богом. Но также есть и невозможное будущее. Если неизбежное будущее невозможно избежать, то невозможного будущего невозможно добиться. Невозможно даже, наверное, и пожелать. А если ты пожелаешь, то ты и не достигнешь этого. И границы невозможного будущего очерчены вот этой черной линией. Но, несмотря на неизбежное будущее и невозможное будущее, все же для человека есть определенное пространство для выбора. Серым выделенная фигура. Оно обозначает и символизирует пространство для выбора. В этом пространстве для выбора человек может выбрать и достигнуть будущего, например, по цифре 1, зеленый такой овалик, либо по цифре 2, либо по цифре 3. Какого будущего бы человек не достиг, например, по цифре 1, 2 или 3, все равно в этом будущем будет неизбежное будущее. Следует заметить еще один момент. Вот это вот пространство для выбора, границы пространства для выбора, также в какой-то степени определяет и генетика человека, и социум, и обстоятельства, устанавливает определенные рамки. Какого же будущего или какой судьбы человек достигнет по цифре 1, либо по цифре 2, либо по цифре 3? Здесь уже есть определенные моменты, которые корректируют эти достижения. Это и желание человека, его планы. Он сам избирает то, что хочет. Он выбрать может 1, 2, 3. Причем здесь также и влияние каких-то обстоятельств. Человек может желать, допустим, по цифре 1, но создались определенные обстоятельства, какие-то произошли изменения в социуме, или же он улучшил свой характер или прочее. И вместо 1 он достигает, допустим, по цифре 2 своего будущего. Или же он ничего не делает и плывет по течению, отдаваясь на воле случай. Тогда он достигает будущего по цифре 3. Да, кажется, что у нас на Земле большие возможности. Перед нами стоят большой выбор будущего. Но когда начинаешь об этом размышлять, и когда начинаешь как-то к чему-то стремиться, вдруг понимаешь, что пространство для выбора, оно очень ограниченное. И твое будущее в этом пространстве зависит от множества разных факторов. И зависит также от Бога, что Он определяет для тебя. И зависит также от твоего отношения к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok